Останавливаю пока слайдом и, друзья, поговорим уже о прогнозах, то есть подвели итоги и минус 2% в годовом измерении увидели снижение стоимости квадратного метра социального жилья. А вот подводя о прогнозах, еще раз напомню, прогнозируют очень много на сегодняшний день и риэлторы, и юристы, экономисты, и блогеры всякие, кого только там не увидишь. Ну а, друзья, я один из немногих, которые также делаю прогнозы, но применяю научную методологию, и один из основных методов, которые я использую, этот метод статистического анализа, я на цифрах показываю вам, что происходит по классам рынка недвижимости, по сегментам, первичный, вторичный рынок, жилая, нежилая недвижимость, коммерческая, то есть там порядка 12 сегментов. Я классифицирую это все, то есть сравниваю сравнимые объекты, да, если говорю вам о социальном жилье и посвятил ему сегодня много времени, то это только и только квартиры, которые попадают под этот класс. То есть цифрами уметь тоже надо работать, тогда они не обманывают. И, конечно же, для прогнозов я применяю метод многофакторного анализа, то есть у меня есть статистические данные о стоимости квадратного метра, которые я вам показываю ежедневно, да, потому что у меня достаточно много видео, причем не только по Украине и по Кипру. При этом мне необходимо для того, чтобы прогнозировать, понимать, что происходит с экономикой, и я через призму статистических данных, а это макроэкономические показатели или индексы, они есть в открытом доступе, вы их можете найти, служба статистики дает нам такое удовольствие почитать. И вот когда вы через призму этих статистических данных, индексов, которые характеризуют развитие экономики, уже смотрите на статистику по стоимости квадратного метра, то у вас начинает появляться в голове картинка полностью, да, мы все знаем, что экономика развивается по большим циклам Кондратьева. Но я очень кратко сейчас не буду в дебри залазить, так вот на определенном цикле мы должны понимать, где находится вот сейчас экономика. И рынок недвижимости также развивается под циклом. И если в экономике все плохо, а реально плохо, вы можете посмотреть, без меня зайти на эти сайты службы статистики и увидеть, что внутренний валовый региональный продукт города Киева, ну там просто, ну все хреново, да. И вот понимая, что рынок недвижимости является составляющей экономики города Киева, вы просто надо быть совсем глупым человеком, чтобы предположить, что он будет развиваться в противофазе. То есть если в экономике все плохо, и рынок недвижимости будет подвержен тем же самым, друзья, что процессом. Поэтому, в общем-то, все мои прогнозы, они достаточно, в общем-то, адекватны и в большинстве сбываются. Так вот, что будет происходить с недвижимостью? Уже увидели 2% в годовом измерении снижения. Я думаю, что до конца года где-то будет порядка 5, может, чуть больше процентов снижения стоимости квадратного метра. Осталось немного, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца снижение стоимости набирает обороты. Вы уже видели, там где-то по полпроцента, где больше полпроцента. Но даже если будет по проценту снижение, это уже 4%. И мы видим уже 2% по факту август месяц 2024 года. К августа 2023 года уже снижение 2%. То есть, вот, математика очень простая. Порядка 5, чуть больше процентов мы увидим снижение стоимости квадратного метра, друзья. Постарался очень подробно в том же время с цифрами рассказать вам о процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. Все закругляюсь, через 5 минут выключать свет. Пришло время прощаться. Друзья, ставьте лайки, дизлайки, там что-то можете писать. Я всегда отвечаю адекватным людям. А еще вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга, и компания Alim Consulting готовит для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, который, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!